Здравствуйте, уважаемые любители! Собрал я недорогой Трифоник Это полочная акустика от компании Yamaha NS-BP182 Цена около 10 тысяч рублей на сегодняшний день в компании Проектор То есть эта акустика обладает таким чистеньким достаточно прозрачным верхним диапазоном, средним диапазоном Вот, конечно, басовый аспект здесь весьма обедненный Можно, конечно, немножко накрутить регулятором тембра, добавить бас Но это все-таки будет все равно Вот в связке с сабвуфером звучание этих акустических систем явно выиграло Сабвуфер недорогой Цена его в компании Проектор 10-11 тысяч рублей на сегодняшний день Это довольно свежая модель от компании Yamaha сабвуфер NS-SW-050 Ну вот, конечно, такого масштабного крепкого баса от этого сабвуфера услышать я не ожидал и я его не услышал Но, тем не менее, вот обогатить звучание вот этих акустических систем нижними частотами вот все-таки как-то сделать нижними частотный аспект более весомым более подробным ну, рамка ценовой диапазона, конечно ему все-таки удалось музыка звучание вот этих акустических систем с этим сабвуфером явно выиграло то есть звук стал более драйбовым более эмоциональным то есть вот накрутить вот регулятором баса по крайней мере, даже вот такого баса который выдает вот этот сабвуфер ну, не получилось бы Итак, акустика подключена недорогим кабелем акустическим усилителю НАТ-375 в касте источника проигрывает компакт дисков НАТ-546 Немножко об этом вот сабвуфере Итак, сабвуфер собственно говоря ради него вся эта затея и начиналась чтобы исследовать возможности этого сабвуфера возможности этого сабвуфера они пригодятся в недорогой либо кинотеатральной либо стереосистеме именно в недорогой системе и в небольшой комнате размеры комнаты ну, может быть, что-то метров до 16 квадратных ну, может быть, до 18 квадратов очень хорошо этот сабвуфер я думаю проявит себя в саундбарах во многих саундбарах делают выход на сабвуфер для микросистемы хорошо подойдет этот сабвуфер конечно, при условии, что есть выход на сабвуфер одиночный RCA выход на сабвуфер итак, сабвуфер он имеет небольшие размеры для сабвуфера то есть, это куб сторона 29 сантиметров но, тем не менее несмотря на свои небольшие размеры он довольно увесистый весит 12 килограмм цвет вот у нас белый есть еще черная расцветка передняя защитная сетка защитная сетка она несъемная, похоже, здесь динамика 20 сантиметров сабвуфер опирается на невысокие такие прорезиненные полоски оформление акустическое фазоинвертор причем фазоинвертор здесь имеет такую интересную конструкцию то есть, он как бы имеет каналы такие, спирали видные у чего только не делают чтобы бороться нейтрализовать как-то главный недостаток фазоинверторного оформления а именно шум воздушного потока что только не делают а он, зараза, все равно шумит но хотя, бывают и очень удачные конструкции будем надеяться что здесь вот такая вот удачная конструкция и так вот, каналы они как в форме спирали вот закручены то есть, как бы эффективно подавляют воздушный поток в то же время ускоряют скорость воздушного потока вот еще здесь применяется технология не совсем понятная до конца мне так и непонятная Аких серво технологии 2 это фирменная технология Yamaha ну, пришел к выводу что это, типа, что-то разновидность обратной связи хотя, может быть, я и ошибаюсь и так на задней панели сабвуфера видим всего один вход RCA вход больше никаких здесь нету регулировок настроек нету здесь регулировки фазы регулировки кроссовера то есть регулировкой фазы и кроссовера это можно, конечно воспользоваться с аудио-видео ресивера а вот при применении этого сабвуфера в стереосистеме с интегральным усилителем приходится работать так, как есть вот, например частотный диапазон этого сабвуфера значит 25-180 Гц вот у наших полочников нижняя ограниченная частота заявлена 60 Гц но тем не менее вот этот сабвуфер весьма неплохо состыковался с этой акустикой в итоге музыка-то выиграла музыка явно выиграла каких-то вот таких вот там недостатков в плане состыковки и еще чего-то я вот не заметил музыка, повторяю явно выиграла с этой акустикой есть только вот регулятор уровня громкости при работе в нашей системе я этот регулятор устанавливал чуть больше половины при прослушивании на таких ну достаточно умеренно громкостных скажем вот так вот уровнях умеренно громких уровнях вполне хватило такого уровня несъемный сетевой кабель и кнопка включения при включении загорается светодиод зеленый и вот слышали вот через какое-то время так мягко щелкает внутри реле все сабвуфер готов к работе мощность этого сабвуфера номинальная 50 ватт пиковая 100 ватт пиковая кратковременная усилитель здесь усиление в классе D значит у меня возникло желание этот сабвуфер немножко приподнять то есть когда сабвуфер опирается вот так вот на пол бас мне показался такой немножко жестковатый и как бы направленный в пол но хотя может быть кому-то понравится вот такой бас мне захотелось его немножко приподнять то есть вы можете поднять его скажем на мраморную плиту на какие-то там резиновые ножки я же вот воспользовался вот такими вот ножками демпферами симпатичными вот такими вот от компании Ольбах вот